В общественной палате КОМИ сегодня обсудили очередную и уже пятую по счету программную статью Владимира Путина. На сей раз глава правительства рассказал о своем видении социальной политики государства. Мнение общественников выслушала Ольга Турьева. Поддержка слабых, то есть тех, кто по объективным причинам не может зарабатывать себе на жизнь. Равный старт для продвижения каждого человека. В России надо выстроить эффективную систему социальной справедливости. Стоит главную задачу Владимир Путин. Единственное, что такое пожелание, что вот есть такой раздел, как сохранение человека. Я бы все-таки вот поставил этот раздел на первое место, потому что человек это главное достоинство нашей страны. И, конечно, вот то, что обращено внимание на здоровье, на среду обитания, это говорит о том, что каждому человеку должно жить, должно житься здесь комфортно, спокойно, надежно, чтобы он чувствовал защищенность. Вот это, я думаю, что приоритет. В приоритете поддержка рабочей аристократии. Слесарь и инженер, медсестра и учитель. Каждый человек труда должен получать достойную зарплату. Очень приятно, что обращено внимание на профессорско-преподавательский состав. И здесь, мне кажется, совершенно конкретное предложение, чтобы уже с этого года также сделать до средней по экономике в течение 3-5 лет довести до 200%. Не меньше МРОТа должны получать и студенты, пишет Владимир Путин. Сегодня средняя стипендия в КОМИ около 2000 рублей. Премьер называет цифру 5000. Ведь сегодня как получается, что государство, с одной стороны, тратит очень большие средства на то, чтобы студенты получали бесплатное образование. А с другой стороны, это государство побуждает студентов, чтобы они не учились, а шли зарабатывать. Соответственно, о каком качестве получаемого образования может идти речь, если студенты сегодня думают не о том, как бы получить качественные знания, а о том, как бы выжить в нынешних условиях. Масштабные перемены нужны и медицине, уверен Путин. Первостепенные задачи – улучшение качества профподготовки всех работников, увеличение зарплат среднего и младшего персонала, усиление амбулаторной сети. Амбулаторное звено, понятно, что оно, в принципе, непрерывно, как бы, очень связано с обеспечением, с лекарственным обеспечением. И на сегодняшний момент, судя по статье Владимира Владимировича Путина, сказано о том, что 120 миллиардов рублей будет выделено на развитие нашей фармацевтической промышленности. Очень бы хотелось в это верить и очень бы хотелось, чтобы это действительно было так. Наша страна – это 40% мировых богатств и всего 2% населения Земли, констатирует Владимир Путин. Решить стратегическую проблему народосбережения, по мнению премьер-министра, поможет умная миграционная политика и еще большая поддержка многодетных семей. Чтобы россиянки не боялись рожать второго и третьего ребенка, Владимир Путин предлагает ввести дополнительные выплаты, официально утвердить возможность гибкого графика работы и активнее решать проблему с детскими садами на местах. Ольга Турева, Николай Безносиков, телеканал Юрган. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Продолжение следует...